А? Есть разные стадии развития человека. Сначала человек верит в себя. Это атеизм. Все, кто верит в себя, они идут на ложном пути. Как молодые мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм. Мы уже отыграли и всего лишь успели понять всех друзей. Мы уже потеряли. Постарайся себя не терять. Перестань верить в себя. Сначала человек верит в себя. Первая стадия веры, самая примитивная. Все животные, все тараканы верят в себя. Это признак неправильной веры. Дальше второй уровень веры. Человек начинает верить в счастье. Или верить в сияние Бога. Или в то, что есть высшая истина. Или в то, что есть энергия победы. Или человек верит в деньги. Это все энергии Бога разного. То есть он верит в энергии. Это сравнивается с тем, как человек, допустим, видит солнечный свет, но солнце пока не видит и не знает его источник. Думает, что просто сам свет живет сам по себе. Потому что он никогда не видел солнца, он так думает. Так и человек верит в счастье, в удачу, в деньги, в знание, в истину. Но не понимает источника. Это следующий просто шаг к вере. Это его развитие. Так, человек развит на сток. Следующий шаг к вере, это да, человек уже верит в Бога. Но вера его, она основывается на том, что Бог на втором месте находится в жизни, а на первом я. И поэтому, ну, Бог это кто такой? Это тот, кто нас обеспечивает возможностью жить. Он такой, знаете, такой, как чучело огородное, который все время все себя, все отдает. У него своей жизни нет, он сидит и все это отдает. И поэтому надо клянчить. Он, понимаете, нас же много. Кто переклянчит, тот и получил. Поэтому надо постоянно его просить. А еще он гневается такой, гневливый. Его надо успокоить сначала, а потом клянчить. Люди вот так верят в Бога. Им постоянно его просят, просят у него, просят. Нет любви. Есть просто вот занудное желание получить себе что-то. Такая вера. Это просто стадия развития человека. Следующая стадия развития, то есть это люди на самом деле не верят в Бога они еще. Они просто его эксплуатируют, используют для своих нужд. Богу это не нравится. Но Он им дает что-то, чтобы они больше верили. Чтобы они не прощали этот путь, не сходили с пути веры. Потому что это стадия просто развития человека. Следующая стадия развития. Человек становится верующим. И он начинает понимать, что для того, чтобы развиваться, нужно правила соблюдать, а не клянчить. Нужно посты соблюдать, нужно ходить в храм, правила молитвенные соблюдать. Нужно всем прощать, просить прощения. Поменьше думать о себе, побольше о других, побольше прославлять Бога и поменьше клянчить. Тогда будет лучший результат. Это следующая стадия развития веры, верующего человека. Следующая стадия развития верующего человека. Он начинает понимать, что Бог соткан из любви и Он личность. И поэтому с Ним надо строить близкие отношения. То есть надо прославлять Его, любить, ничего в Него не просить, служить Ему постоянно, выполнять Его заповеди, сделать так, чтобы Он был удовлетворен, доволен. Давайте сравним это с отношениями с Папой, допустим, да? Ребенок верит только в себя и думает, я буду орать, родители будут как миленькие бегать за мной. Вторая стадия. Он верит, что Папа это просто благодать. Благодать и вот надо, чтобы она была. Ей этой благодать ничего не надо вообще, она просто существует для того, чтобы я был счастлив. И поэтому надо все, что у него есть, у этой благодати надо себе брать. Следующая стадия развития. Что-то благодать не дает мне столько, сколько мне надо. Она есть, но не дает, поэтому надо в ней клянчить. И Папа готовит, такой ребенок подбегает. Папа, хочу кушать, Папа, хочу кушать. И как бы, Папа, слушай, я тебе готовлю кушать, успокойся. Он, нет, я хочу кушать, я хочу кушать, помилуй меня, хочу кушать. Он, слушай, я тебя давно уже помиловал, успокойся, дай мне приготовить. Нет, я хочу быстрее. Ну, такой ребенок достает Папу конкретно. Ну, он все равно любит, он же родной, близкий. Не развитый просто. Следующая категория, ребенок стал послушным. Он говорит, Папа, я все понял. Буду работать над собой, буду контролировать себя, буду выполнять то, что ты говоришь. Папе очень нравится, он говорит. Спасибо тебе, сынок, буду тебя кормить хорошо, буду заботиться. Теперь ты у меня человек да, а не человек нет. Ты у меня первый теперь в списках. Я тебе буду давать свою милость. А есть еще одна стадия веры, но мы не должны ее имитировать. Это очень высокий уровень развития личности, это называется святая личность. Когда человек говорит Богу или Папе, ребенок подходит и говорит, Папа, я хочу, чтобы ты был счастлив, мне ничего не надо. Приготовь сначала себе, поешь, а если мне что-то останется, я покушаю. Я хочу, чтобы только ты был счастлив и хочу перестать думать о себе. Я же устал уже все время думать только о себе. И Папа говорит, вот тебе-то я буду больше всего в жизни делать, потому что ты самый лучший из людей. И такие люди, когда так настроены, у них нет проблем в жизни. Но эти люди читают не такие молитвы, как мы. Есть одна святая древняя, у нее было пять великих сыновей, ее звали царица Кунти. Те сыновья правили всем миром. Она читала такую молитву. Господь, пошли мне как можно больше трудностей, чтобы я никогда не смогла забыть тебя. И он посылал ей трудности, отвечал ей взаимностью на ее молитву. Но мы не должны так молиться, потому что мы не такие, как она. Мы слабые, а она сильная. Мы не безверующие, она наполнена верой. Понимаете? Мы грешные, она святая. Поэтому молитесь лучше всего вот так. Думайте о Боге. Если о себе вдруг мысль проскочила, пытайтесь вести себя от этой мысли. Опять думать о Боге, прославлять Его. И стараться изо всех сил забыть про себя. Как только человек забывает про себя, он пространство своей судьбы отпускает. Это страшно. Человек боится этого состояния. Он хочет всегда держать пространство своей судьбы. Мало ли что там может быть. Он боится этого мира. Когда человек забыл про себя, а у него там кипит все плохо, муж уходит, а она забыла о себя и прославляет Бога. В это время, только в это время, Бог может зайти внутрь и все исправить. Потому что, когда ты отпустил пространство своей судьбы, у Бога есть возможность туда зайти. Пока ты Его держишь, туда хода никому нет. Отпустил, думаешь о Боге, прославляешь, о всех заботишься, забыл про себя. Бог быстренько наводит порядок в твоей судьбе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok